так всем здрасте мне говорят что мы в эфире у нас с нами с вами снова разговор про сети в linux вот и сегодня мы должны потихонечку переместиться с уровня уровня сетевого на уровень транспортный вот то есть на уровень задачи цели которого 2 и это обеспечение цельности передаваемых данных их надежности то есть когда мы говорим про то что на этом уровне на уровне транспортом мы должны решать задачу соответственно проверки того что то что передано равно тому что принято вот и это цельность данных да и надежность передачи что мы должны быть уверены что то что мы передали действительно принято а не ушло там неизвестно куда и и дальше сгину вот вторая цель который перед нами может стоять не может стать обязательно будет стоять на этом уровне абстракции сетевых протоколов и это развлечение потоков данных представим себе что у нас значит у нас есть несколько соединений между двумя всего двумя абонентами ну например вы зашли на веб-сайт броузером а там есть html к есть картинки есть еще что-то какие-то значит дополнительные джаваскриптные запросы и все это на самом деле является подключением соединения между двумя хостами у которых айпи адреса то и отправитель от пи получателя одинаковый вот но при этом все это согласно и принципу коммутации пакетов делятся на пакеты и надо понимать какому из потоков данных картинки и одной картинке другой базовых тем или еще чему-то принадлежит данный пакет совершенно одинаковыми адресами отправителя получателя вот еще одна цель чтобы можно было эти эти потоки разделять тоже поставлены перед нами на транспортном уровне при этом задач которые мы можем решить их несколько больше потому что например мы можем захотеть управлять этим потоком данных раз уж мы раз уж мы приходим к идее потока данных то мы можем захотеть например соизмерять пропускную способность отправителя получателя ну в особенности когда отправитель мощный а получатель хилый да и где-то значит по дороге пакеты идут медленно и соответственно для того чтобы вот эту третью третью задачу решить нам понадобится какое-то взаимодействие между двумя абонентами двумя частями нашего соединения которые будут друг другу говорить там быстрее медленнее так вот итога убедиться в том что то что передано равняется тому что принято убедиться в том что оно вообще принято или принято с ошибкой дождаться ошибки владеть некоторому некоторым некоторым некоторая информация о состоянии канала об общей пропускной способности нашего 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 соединения вот все вот это как видите здесь в схеме сопровождается замечанием или все это умещается в один пакет то есть вот на первых порах когда разрабатывались протоколы транспортного интернета было очевидно что мы либо организуем очень маленький обмен данными упаковываем всю нашу информацию в одну датограмму отсылаем это и для такой ситуации когда у нас в один пакет влезает вся нужная нам информация для этой ситуации нам не нужно почти не нужно решать никакую из этих задач порядок пакетов пакет 1 установление соединения для передачи одного пакета бессмысленное занятие пакетов потраченных на установление соединения будет несколько раз больше подтверждение доставки бессмысленное занятие потому что мы отослали всего один пакет и на каждый пакет если будет приходить подтверждение то мы удвоим трафик вот состояние канала если пакет дошел бессмысленно измерять состояние канала потому что он уже дошел если он не дошел тоже бессмысленно таким образом возникает идея что мы можем обойтись всего двумя алгоритмами один из которых все эти задачи решает а второй из которых все эти задачи не решает потому что вся транзакция между клиентом между отправителем и получателем укладывается в один пакет тем не менее никто нас не освобождает от движения к цели номер два от решения задачи идентификации потоков вот потому что точно так же как мы при обычном там tcp проговорюсь скажу это слово с подключение с одного сайта на другой можем послать несколько одновременно пакетов содержит который принадлежат различным потоком данных на самом деле то же самое может случиться и случае дата грамм на случае дата грамм даже идентификация более важная вещь мы об этом немножко поговорим сегодня а больше мы поговорим за в следующий раз на эту тему почему идентификация дата грамм как вот отдельных сущностей тоже имеет немаловажную роль конечно вот алексей спрашивает можно ли узнать юдпи дошел пакет лет по протоколу юдпи нельзя но прикладные протоколы которые используют юдпи в качестве транспорта как правило в себя именно по этой причине в себя зашивают возможность каким-то образом узнать дошел пакет или нет именно поэтому идентифицировать юзи пи датограмму тоже очень важно потому что прикладной протокол должен знать на какую из отосланных датограмм на прикладном уровне пришел ответ ну вот ну переход мы в случае транспортном с паран транспортного уровня переходим в парадигму клиент-серверную то есть в действительности вот мы с вами говорили про отправителей получателя все время да когда мы говорим про сетевое взаимодействие посредством ну классических протоколов юдпи и тспи мы говорим про так называемые сокеты но про сокеты сейчас мы говорить не будем это программная терминология но тем не менее вот такое взаимодействие становится асимметричным вот кто из вас сделал праг по сетям вы помните клиент это тот кто в рейсе сервер тот кто биндится к порту и висит на нем лисын запускает а клиента то биндится и потом за счет его через него делает организует сокета делать делать подключение конект конец вот асимметрично в смысле то что алгоритмы работы с двух сторон вообще говоря разные несмотря на это на уровне пока мы не смотрим содержимое пакет пока мы не интерпретируем содержимую данные сами кто из нас клиент кто из нас сервер вообще говоря неизвестно да вот просто кто-то кто-то ждет а кто-то подключается клиент это тот кто хочет передавать данные кто первым подключается к серверу а сервер это тот кто может передавать данные кто соответствующее подключение клиенту обеспечивает на этом различия в общем-то заканчивается Сервером может быть какая-то очень хилая машинка, которая какие-то датчики отдает клиентам, может быть, сеть, в смысле облако. Короче говоря, пусть вас не смущают слова клиент и сервер. Вот строгое определение в смысле TCP, клиент это тот, кто первым отсылает, а сервер тот, кто удовлетворяет соответствующий запрос. Все. Из теории мы с вами знаем, давайте мы сейчас что-нибудь запустим. Запустим тут что-нибудь. Нет никаких полномочий сервера. Ровно про это был весь мой предыдущий пассаж, Алексей. Вот я специально его сделал так, чтобы, как это сказать... То есть, у нас же короткий пассаж, это же стоят, понятно, какие обязанности выполняют. Вот нет никаких обязанностей, Алексей. Я как раз про это сейчас и говорил. Нет ничего, нет никакого различия, кроме алгоритма. Сервер это тот, кто ждет соединение на порту. Клиент это тот, кто инициирует это соединение. Все. Именно поэтому, чтобы у вас магия слов не работала. Определение слова клиента слова сервер в данном случае просто кто ждет, а кто подключается. Сейчас я покажу с помощью... Пришел человек и спрашивает, в каком универе преподает этот прекрасный дядька. Спасибо за комплимент, Лео. Этот человек преподает в Московском государственном университете, факультет вычислительной математики и кибернетики. Зовет меня Георгий Курячий. Приятно познакомиться. Комплименты мне тут отсыпают, значит, в ютубчике. Ну так вот, давайте вот все по очереди. Давайте картинку посмотрим. У нас есть картинка? У нас картинки нет. У нас картинки нет. Ну давайте тогда просто сделаем как обычно. Вот так вот. Значит, вот тут вот надо чуть-чуть отредактировать. С вашего позволения чуть-чуть потуплю в эфире. Это буквально 30 секунд, может быть чуть больше. Вот это вот надо перенести отсюда, вот сюда, да, да, вот сюда. Еще понятие порта. Понятие порта. А вот про то, что уникальным идентификатором соединения при этом является 4 числа, я, кажется, где-то должен был говорить об этом. Что, тоже не говорил? Какой я смешной. Какой я смешной. А, вот видите, тут есть портный поток. Ну, чуть-чуть дальше, да. Давайте все-таки допишем. Идентификатор соединения. Идентификатор соединения. Идентификатор соединения. Значит, порт отправителя. IP отправителя. IP отправителя. IP отправителя. Плюс порт отправителя. IP плюс порт. Порт получателя. Вот. И это так смоделировано в TCP и UDP. Что вводится понятие порт. Что такое порт? Поскольку нам нужно различать потоки данных, недостаточно иметь два IP-шника, кто кому посылает. Нужно иметь им какой-то идентификатор потока. Можно было бы в случае идентификатора потока оставить только порт отправителя. Ну, смотрите, вот у нас есть, мы пересылаем данные, у нас есть отправитель, у нас есть его отправителя-идентификатор и есть получатель. Все, казалось бы, достаточно. Трех чисел. Но, поскольку у нас есть еще одна задача, задача управления этим потоком данных, следовательно, на отправленные данные будут какие-то ответы. А чтобы были ответы, внезапно нам нужно организовать еще один поток, встречный. Если мы работаем не с датограммами, а работаем с полноценным TCP-соединением, это двунаправленное соединение. Двунаправленное. То есть у нас есть два встречных потока, у этих двух встречных потоков, у каждого, грубо говоря, собственный идентификатор из трех чисел, адрес получателя. А в случае порт получателя, ну короче говоря, я сам себя запутал, но неважно, важно то, что трех чисел недостаточно, именно потому что нам нужно разделять потоки, а нужно четыре числа, вот и все. Порт, это сущность абсолютно синтетическая, придуманная по аналогии с компьютерными портами в архитектуре, ну скажем, x86-64. Не во всех компьютерных архитектурах есть такая сущность. Это некое число, зная которое, мы можем подключиться к нему по сети и получить некоторые услуги. То есть порт – это такая ступенька на прикладной уровень. Мы, например, по номеру порта можем предсказать, что за сервис нас с той стороны ожидает. Если 80-й или 443-й порт, то это скорее всего HTTP и HTTPS, если 53-й порт, то это скорее всего DNS, ну и так далее. Но строго соответствия, мы об этом еще будем говорить, когда будем говорить про прикладной уровень, между этим нету, есть только рекомендованные. Рекомендованные соответствия портов… Что ж такое? Дура. Рекомендуемые организации под названием Иоанна, кажется… Давайте посмотрим. Вот, да. Рекомендуемые организации под названием Иоанна… Да, это некоторые соглашения о том, для каких прикладных сервисов будут использоваться какие порты. Иоанна – это Internet Assigned Numbers Authority, это некоторое большое IP-адреса же выдаёт. И вот всё, что связано с интернетом, аккумулируется тут. Последнее обновление этого списка было, как вы видите, очень недавно. В этих ваших линуксах очень давно. Смысл в том, что вот это вот рекомендованное соответствие в действительности, на практике, не нужно вообще никому, за исключением того, что вы можете использовать вот эти вот имена вместо чисел. В остальном это не используется практически нигде. Вот. Вы можете указать 443-й порт, а можно написать HTTPS. И соответствующий механизм полезет в табличку, в данном случае статическую табличку под названием Services, и преобразует слово HTTPS в 443. Всё. Поэтому в какой-то момент линуксовид просто забили обновлять эту штуку. Но тем не менее вот этот номер порта, который мы с вами знаем, там 80-й, 53-й, вот это всё. И это вот как раз отсюда. Соответственно. Некоторым. Рекомендованным. То ничего не произойдёт, за исключением того, что если, например, вы поставили какой-то сервис на свою машину, в котором при подключении к определённому порту, ну не знаю, обзрывается весь полигон, а потом сделали номер порта 80-й, то вы сами себе злобный буратино. Но в принципе есть такой трюк. Например, злобные провайдеры могут фильтровать все-все-все-все-все порты, кроме 80-го и 443-го. Ну типа ходите в броузер, а больше вам ничего не нужно, дети. Вы берёте на 443-м порту где-нибудь в свободном интернете, запускаете SSH-сервер, подключаетесь туда по 443-му порту, вас пускают. Ну а дальше, если есть SSH, то есть и всё остальное. Такие вот дела. Так что тот факт, что это соответствие не прибито гвоздями, это даже хорошо. Давайте мы посмотрим чуть более хитрый инструмент, как устроено в TCP решение всех тех задач, которые мы поставили перед собой. Давайте сделаем ещё один сервер. Он будет называться, ну просто клиент, наверное, нам ничего большего не нужно. Сейчас мы им настроим, пока он грузится, мы настроим им айпишники. Так, мы привыкли в этом сезоне делать 10-20-30. Так, 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 так. 10-20-30. Так, значит, что я хотел? Я хотел показать, как устроено соединение между двумя машинами. Наверное, мне пока нужен SSH. Давайте мы настроим ленивый интернет на нём. Мне нужно два окошка. Тут есть два окошка. Шикарно. Значит, внимание, почтенная публика. Мне нужно два окошка на одной и той же машине, потому что в одном окошке я запущу тессипедамп, а в другом окошке буду упражняться. Но волшебным образом у меня есть такой вариант. Это Gnus Screen, программа, которая довольно старая, которая позволяет на одном и том же терминале делать несколько экранов. Не запутайтесь, пожалуйста. Какие два терминала запустить? Терминал – это такое аппаратное устройство по передаче байтов. Никакого другого терминала в данном случае у нас нет. Нельзя его запустить. Вот если бы у нас было два таких терминала, мы могли бы подключиться ко второму, но у нас он один. Поэтому нет. Вы же помните, что мы работаем с голым железом, там на машинке нет ни графики, ничего. Вот. Там есть консоли. Вот консолей там много. Ну, короче, так тоже можно, как я сейчас буду показывать, заодно будете знать, что так можно. Значит, просто не запутайтесь. А, я знаю, сейчас мы сделаем так. Мы, чтобы не запутаться, скажем, чтобы здесь вот PS1 равняется вот это. Здесь, на стене сделаем, например, ноль. Ой. О! Нет, плохая идея. Не здесь ноль. Вот здесь вот ноль. О! Так, и пробельчик. О! Красотень. Вот. А во втором сделаем… Ой, а почему здесь… Вот так вот сделаем. Эта подсказка… Ну, вы же видите, что это за строка. Это переменная, в которой вы указываете, как будет выглядеть внешний вид той подсказки, которую Shell возвращает. И всё. Зато можно сделать так, чтобы у нас отличались два окна. Вот. А здесь будет первое окно. О! Вот. Ну, можно и посильнее извратиться, но мы не будем это взять. Вот, когда я буду переключаться, вы будете видеть, что это одна и та же машина. Вот. Просто два сеанса работы на ней. Значит, что мы хотим сделать? Мы хотим запустить, допустим, здесь TCP-Dump. Порт 80. Обратите внимание на синтаксис программы TCP-Dump. Возможно, я про него буду в следующий раз чуть более подробно рассказывать. Потому что в этот раз просто не успею. Порт 80. Ну, допустим, минус E ETH 0. Вот. И сейчас мы будем наблюдать весь трафик. Давайте ещё верболс ему скажем. Минус верболс. Вот. Сейчас мы будем наблюдать весь трафик, но только тот, который использует 80-й порт в качестве TCP. Одного из частей TCP-носификатора. А здесь сделаем, как в прошлой лекции, какой-нибудь ниткат из Яндекса. Вот. Значит, присоединимся к Яндексу и скажем ему, как в домашнем задании, короче. Вот прям вот всё вот это с копипастем. Вот. И посмотрим, что у нас будет происходить с трафиком на другом окне. Ой, это был клиент. Вот здесь. Жух. О. Ой. Вот. Давайте смотреть. Значит, происходит запрос установления TCP-соединения от нашей машины с порта 50. 0. Ой. С порта 50. 2. 4. 2. Вот. На порт. ХТТП неправильно сказал. Давайте мы сделаем минус N, чтобы не было лишних циферек. Вот. И ещё раз повторим наше упражнение. Вот начало нашего типидампа. Значит, вот мы устанавливаем соединение с порта 506. Этот порт выбирается всегда из старшего диапазона, из чего-то выше, чем 32767, кажется. Вот. В общем, порт отправителя вот такой. А почему он Http сказал? Он должен был предсказать 80. Почему-то он не стал говорить 80. Давайте попробуем. Тут Димка советует делать типидамп файл. Это, конечно, хорошая идея, но я хочу, чтобы было всё в онлайне. Прямо вот при нас с вами. Ну вот. Значит, двойное N выключает дешифровку портов. Итак, мы устанавливаем подключение от нашего хоста к сайту 7788. Ну, короче, Яру. Здесь работает первый механизм TCP, который называется 3-way handshake. Трёхстороннее рукопожатие. Вернее, трёхступенчатое. Идея состоит в том, что мы должны убедиться, во-первых, в том, что наш абонент присутствует, что передача данных ему возможна. И, во-вторых, мы установили исходящий поток данных. Наш абонент должен ответно установить входящий поток данных TCP-соединение двунаправленное. В обе стороны работать. Соответственно, для того, чтобы это произошло, как минимум три шага нужно пройти. Первый шаг – это запрос, так называемый син, запрос на открытие соединения. Вот он. Тут вот буковочка S означает, что нам ответили… Вот здесь вот буковочка S означает, что мы запросили некоторые соединения. В ответ сервер YARU запрашивают подключение к нам. При этом происходит подключение с того порта, который является идентификатором нашего потока, к тому порту, который… Ну, короче, в обратную сторону. С 80 в 47182. Он тоже запрашивает соединение, тоже присылает флаг SIN. И ответ на наш флаг – это ACK. Тут должен быть слово ACK. А, вот, всё, вижу. Что-то он не раскрашен. Это… Да, он… Короче… Не знаю, как… Мне кажется, что он не совсем флаг всё-таки. ACK – это же некая сообщенька. Да. Ну, короче, вот тут ACK-поле. Вот. Значит, вот этот ответ выполняет сразу две функции. Он, во-первых, отсылает нам, что подключение наше установлено – ACK. Во-вторых, он отсылает нам информацию, а давай я тоже составлю встречное соединение. Мы должны ответить ему тоже ACK. Мы так и делаем. Мы говорим, смотри, твоё соединение подтверждено. ACK-1. Вот. И тут же, не сходя с места, мы засылаем ему пилот. Вот. Кстати сказать, сервер должен нам ответить, сказать, что он тоже… А почему это не решили? Можно было. А, может и нельзя, смотрите. А, нет, можно. ACK и пилот. Можно. Но почему-то мы так не сделали. У алгоритма вот этого рукопожатия есть несколько модификаций. Например, Синак, пакет Синак, Син и Ак можно посылать два разных. Сначала Син, потом Ак. Вот. И их можно намешивать в пилоте. Да, я буду на их месте тоже пилот сак написал. Но вот что-то вот нет. В общем, мы попередавали какие-то данные. И говорим, а всё, это мы, да, это мы. У нас закончилось, Фин. Что нам отвечает сервер? Он говорит, вот сейчас мы тебе передадим данные. Передаёт нам данные. Вот это вот. Вот пилот. Вот этот пилот, который нам передал. Это были ещё какие-то подробности трафика. Неважно. Вот. Вот, вот целый пакет он нам передал. Где-то должен быть ещё Финак от него. А, понятно, это несколько пакетов. Он нам передал. Вот это содержимое не влезало в один пакет. Он передал нам три пакета. И нам этот самый Speedamp распаковал, вот его, склеил их в один пакет сюда. Вот. И где-то вот, вот. И вот нам сервер говорит, мы тоже закрываем. Вы там закрыли своё соединение? Мы сейчас тебе тоже пришлём АК. Вот он. Да? И тоже запрос на закрытие соединения Фин. Мы должны на него ответить тоже АК. Вот он. И на этом всё должно быть закончено точно. Вот так происходит типичный сеанс. В этом сеансе нас преследует ещё одна интересная штука. Но давайте мы её будем смотреть уже не на соединение с каким-то Яндекс.Ру, а с помощью утилиты, которая называется NetCAD. Это потому что это сегодня тоже наша тема интересная. Вот, NetCAD. Она может быть сокращена ДНЦ, но может быть и NetCAD. Вот. NetCAD – это утилита, которая позволяет, собственно, устанавливать TCP-соединение. И как мы говорили в начале лекции, поскольку TCP – это асимметричная модель. Есть клиент и есть сервер. UDP, кажется, тоже умеет. Вот. То мы с той стороны, где мы запускаем клиент, мы NetCAD пользуемся как клиентом, но мы из NetCAD можем сделать и сервер. Например, написать так. NetCAD – listen, то бишь слушать. Кстати, он так умеет. Нет, не умеет. Минус L тогда. Один минус. О, значит, что сейчас произошло? Мы на нашей машине внезапно заработал некоторый TCP-сервер, который слушает на порту раз-два-три-четыре. Давайте это посмотрим. Это та же наша машина. NETSTAT – L – LTCP. О, вот он. Можно даже минус LTP сказать. Вот смотрите. На порту раз-два-три-четыре на любом адресе слушает нечто под названием NetCAD. Идентификатор процесса 14-15. Значит, вот так сказать. Да, да. А вот когда мы присоединяемся, уходим в степь после отсоединения, и нам развивается только его адресащим. Как нам узнать о таком порту, на самом деле, слушать? Никак. То есть это только предварительство? Ну да, именно поэтому существует организация ИАНа, где такие порты регистрируются. То есть well-known service регистрируется в ИАНа. Если он не well-known, то вам всё равно придётся договориться. Вы можете придумать какой-нибудь служебный протокол уровня IP, когда посылается некий пакет куда-то, а вам там в ответе перечисляются какие-то сервисы. Но это всё равно будет означать договориться, потому что дальше это надо как-то дешифровать. Значит, вот смотрите, что одна утилита, что другая, примерно одинаково показывают картину. Вот, значит, что на портура А234 у нас теперь кто-то слушает. То есть NITCAT в принципе просто расширяет возможность по TCP-дампу? Нет, NITCAT не является, никакого отношения к TCP-дампу не имеет. Нет, NITCAT это именно инструмент либо установления подключения по TCP, либо организации сервера по TCP. Вот он, NITCAT тут запущен, видите? Давайте мы сейчас с другой машиной побеседуем с этим SRV. Он просто подглядывает. TCP-дамп смотрит в то, как пакеты пробегают мимо, а NITCAT это именно сервер. Сейчас я вам покажу. Значит, давайте сначала увидим, как это работает. NITCAT 10, 20, 30, 1, порт 1, 2, 3, 4, что? Почему мы через NITCAT писали приюта в курсе по Python? Потому что NITCAT такая утилита в Linux, а в других систем еще ставить надо. Мы на Python не программируем в курсе по Python. Ну вот, смотрите, какая картина. Вот я что-то сюда пишу, а вот здесь вот оно приезжает. Вот оно приехало. Я что-то пишу в ответ, а вот здесь оно приезжает. Да? Ну, в общем, вот такая вот клиент и сервер. Обратите внимание на асимметричность этой картины. Здесь мы запустили сервер, который слушает на порту 1, 2, 3, 4. Здесь мы подключились с другой машины на этот порт. Вот. Кстати, это подключение блокирующее. Если мы сейчас второй раз попытаемся подключиться, то ничего не заработает. Именно поэтому мы писали на Python, где довольно сложный механизм одновременной обработки нескольких подключений реализован. NITCAT так, конечно же, не умеет. Никто не запустит второй сервер, не сделает rebing, ну, понятно. Ну, вот. Давайте посмотрим теперь, что происходит при этом подключении. Сейчас мы перезапустим это дело. TCP dump. Сейчас не здесь. TCP dump. Минус и ETH1. Порт. Раз, два, три, четыре. Вот. Вот мы с клиента подключаемся. Я вангую, что подключение должно было уже произойти. Да, оно уже произошло. Мы ещё ничего не передали. Но син и синак, вот три трёхорвня рукопожатия уже произошло. Смотрите. Вот син, вот ответный синак и вот ответный ак. Кстати сказать, именно поэтому, по всей видимости, NITCAT, который ходил нам на сайт, не стал совмещать вот этот ак с последующим payload. Он сначала отыграл это рукопожатие, а потом считал всё, что вы ввели и переслал следующим актом. Но настоящие сетевые соединения могут совместить одно с другим. Вот. Вот он ждёт. Вот мы начинаем что-то посылать. Шмяк. Вот вам, пожалуйста, ушёл payload, пришёл ак. Нетрудно вспомнить по курсу сетей, что на каждый пакет, который вы отсылаете по TCP, должно предходить подтверждение. Это ещё одна задача, которую мы должны решать на транспортном уровне. Отправитель должен быть уверен, что данные получены. Пилот – это любая информация, не являющаяся служебной информацией TCP. Это фактически, собственно, трафик прикладного уровня. То, что образуется после декапсуляции пакета. Ну вот, как видите, на каждый этот самый запрос должен прийти ответ. Если ответ не пришёл, то это ошибка. Ой, что-то я куда-то не туда полез. Вот. Давайте ещё что-нибудь туда запихаем. Вот, пожалуйста, опять пилот и ответ. Если мы сейчас с этой стороны напишем что-то, то в подглядалке будет наоборот, что сервер нам отослал на 10.3.2.4, отослал пилот, а 10.2.3.2 прислал акт подтверждения того, что этот пилот пришёл. Вот так происходит диалог. Я на самом деле вот этот дамп затеял для немножко другого. Единственное, что я сейчас допустил ошибку. Да, если здесь нет рекомендаций, придётся рыться в документации. Я хочу, чтобы мне TCP dump показывал не приращение к потоку, а каждый раз показывал идентификатор. Сейчас. О, попал в первого раза. Минус S большое, ключик, который будет нам показывать не размер пакета, а так называемый sequential number, sequence number. Что такое sequence number? Sequence number это довольно, давайте сейчас сначала всё начнём, довольно остроумное изобретение, с помощью которого можно одновременно идентифицировать и пакеты в потоке, и сами пакеты в потоке, и отслеживать цельность этих пакетов. Сейчас покажу как. Всё очень просто. Вот мы запустили ниткат-сервер, вот мы к нему подключились сейчас к клиентам, и вот мы на сервере пронаблюдали вот такую картинку. Зря я это сделал. Кажется, тут два подключения одновременно, да? Вон там финн. Да, да, да. Давайте мы сначала всё остановим, а потом всё начнём по новой. Потому что иначе мы запутаемся просто. Вот мы всё остановили. Вот мы всё остановили. Вот мы запускаем TCP dump. Вот мы запустили сервер. Вот мы переключаемся на клиента. Значит, в сервере у нас ничего нет пока. TCP dump пустой. Вот мы переключились на клиента. Установили соединение. Вот наше трёхорвнее рукопожатие. Что говорит нам TCP dump? Он говорит, смотрите, 10, 20, 30, 2. Спарта 48, 680. На SRV, забыл минус N, но вы понимаете, что это. Спарта 1, 2, 3, 4 запрашивает установление на соединение идентификатор потока 2, 7, 7, 5, 3, 2, 0, 3, 1, 8. Мы подтверждаем случайное число, которое является идентификатором пакета в потоке. Что нам отвечает сервер? Он говорит, ну я в ответ тоже запрашиваю установление соединения, идентификатор моего пакета в потоке 2, 9, 9, 2, 5, 3, 3, 2. Случайное число, достаточно большое. Мы подтверждаем получение пакета 2, 7, 5, 5, 3, 2, 0, 1, 8, посылая АК, в котором мы покажем, сколько теперь данных у нас в этом потоке принято. 2, 7, 5, 3, 2, 0, 3, 1, 9. На единичку больше. Мы приняли чуть больше. Вот у нас было исходное значение плюс какое-то количество данных. Вот это результирующее значение мы этим подтверждаем. Что делает машина 10, 2, 32? Она подтверждает тоже подключение. Говорит, да, мы подтверждаем подключение по sequential номеру 2, 9, 9, 2, 5, 3, 3, 2. И подтверждаем вот таким образом, что тоже пересылаем на единичку больше. Суммарный объём переданных данных плюс вот это стартовое число. Поскольку эти числа случайные и выбираются из довольно большого диапазона, невозможно предугадать, какими они будут следующими. Небезызвестный Кевин Ниттинг, который взломал сайт Sun Microsystems, воспользовался тем, что в Sun не случайными были эти числа. Их можно было с некоторой вариантностью предугадать. Но с другой стороны, чтобы вы понимали, он взломал сайт, не сайт, а лабораторию Sun Microsystems, потому что там внутри этой лаборатории между всеми машинами был беспарольный рут. Можно было претеланетиться с одной машиной на другую, вводя рут без пароля. Но это не важно. Важно, что он предугадал соответствующий sequential number, и в современных операционных системах они достаточно случайные. Давайте попробуем попередавать что-нибудь. Передали. Ой, закрыл. Ну ладно, зря закрыл. Но давайте всё-таки посмотрим. Итак, мы передали пилот. Вот это старое значение, 19. Вот это новое значение, 78. Мы передали, соответственно, сколько тут получается, 59 байтов. Он говорит, подтверждаю эти 59 байтов. Мы ещё передали, сколько тут получается, 44 байтов. Он говорит, подтверждаю. Видите, вот эти числа совпадают. То есть это одновременно и идентификатор потока, если бы мы сейчас открыли несколько типов соединений, вот эти бы числа были совершенно разные. И порядковый номер пакета и его размер. Если какой-то пакет пропадёт, то у нас внезапно мы получим очередной пакет, а у него будет размер, вот передаваемое число, неравное тому, который мы накопили с той стороны. Потому что какой-то пакет пропал. Мы передали пакет размер 16 байтов и ещё один пакет размер 16 байтов. Принимающая сторона приняла второй пакет размером 16 байт. И sequential number не срослись. Всегда можно выяснить, что этот пакет был не очередным, а каким-то следующим. То же самое с удвоением. Если нам приехало два одинаковых пакета с одинаковыми sequential number, второй, очевидно, лишний, потому что так не бывает. То есть это постоянно увеличиваяся на размер переданных данных число, одновременно и упорядчивать пакеты, и обеспечивать цельность, чтобы они не удваивались и не исчезли. Если они исчезли, значит ошибка. Ошибку надо обработать. И это следующий вопрос, который тоже решается с помощью TCP. Это обработка ошибок. Прежде чем мы займёмся обработкой ошибок, давайте поговорим ещё об одной концепции, которая называется sliding window, скользящее окно. Потому что в действительности это и есть инструмент, скользящее окно и есть инструмент управления свойствами, размером пропускной способности поток. Так-то всё просто с обработкой ошибок. На каждую ошибочно принятый или в течение таймаута не принятый пакет из последовательности отсылателю, который совершил эту ошибку или который всё сделал правильно, но ошибка произошла в интернетах, можно присылать уведомление о том, что ошибка, давай пересылай заново. Да, значит, оценка таймаута там целый алгоритм. Я его прямо вот даже не буду пересказывать, иначе мы зашьёмся. Есть некоторый таймаут. В общем, всё просто. Значит, теперь, значит, sliding window. Sliding window – это такая ситуация, давайте мы найдём какую-нибудь картинку, где тут… Я прямо полноценный протокол считаю? Да, конечно. Это целый, скажем так, протокол не в смысле сетевой, а в смысле алгоритм. Он считается алгоритмом, он называется протоколом, как, ну не знаю, протокол подписания взаимных соглашений является протоколом. Не стоит забывать, что слово протокол в понятии сетевой протокол – это не про номер порта, там, какие-то командочки, а про договорённость. Какая должна быть последовательность действий или там обмена информацией, чтобы соответствовать протоколу. Ну, Sliding window – такая же штука. Есть некий в сетях человек по имени Лохматый Мамонт, очень неплохой сетевик крутой, который как раз написал статью на этот счёт, и у него красивая картинка. Вот смотрите, мир без сетей. О, пакет отослан, пришёл АК об этом пакете, поймали АК, отослали следующий пакет, пришёл АК, поймали АК, отослали, ну и так дальше. Такой вполне себе график. Как видите, мы можем отослать второй пакет только после того, как пройдёт вся история. История, сначала мы должны его принять первый, потом принять ответ на первый. Вот эта вот галочка должна пройти. Что можно сделать? Можно взять, вот тут вот К, можно взять и отослать сразу N пакетов. При этом мы не нарушаем принцип, который говорит, что нам нужно дождаться всех АКов на все из этих N пакетов. Дождёмся. Но отсылаем их сразу. Вот ослали N пакетов, и дальше принимаем первый АК, второй АК, третий АК, четвёртый АК и так далее, N АК. В тот момент, когда мы им переслали N АК, мы уже можем присылать N плюс первый пакет. Наше вот это окно размером К сдвигается вправо. Как только приходит подтверждение на самый первый пакет текущего значения окна, оно сдвигается вправо. Мы сейчас это увидим, я эмулятор покажу. Оценка чего? На K в смысле? Ну тут N, почему-то тут K, а тут N. Расскажу, это отдельный алгоритм. Там нет оценки, там есть динамическое изменение. Которое, ну короче, расскажу. Всё получим. Давайте посмотрим, как это работает. У меня тут есть на гитхапчике я нашёл эмулятор сегодняшний. Дело в том, что я десятилетиями рассказывал это с помощью эмулятора, написанного на флэше. Ещё на флэше. Флэш такой старый, что он не работает на современном линуксе, не работает на современном флэш-эмуляторе под линукс, работает только на очень старом флэш-эмуляторе под линукс, конечно, всё страшно. Это не из-за прогламирования флэш. Это не только язык прогламирования. Это была такая целая вселенная мультимедийного программирования для веба, когда ставился специальный плагин, проприетарный, в броузер, интерпретирующий все эти мультимедийные команды. И на них всё делалось. Короче, вам повезло, что вы не жили в это время. Сейчас я пойму, там есть два разных алгоритма. Кажется, вот это то, что вам нужно. Не сюда, а вот сюда. Вот смотрите, вот я посылаю пакетики. Больше не могу послать, потому что я не принял ещё подтверждение. Вот сейчас придёт подтверждение, и я могу послать ещё пакетик. Видите, окошечко сдвигается. Давайте сейчас помедленнее сделаем так. Вот как только я приму подтверждение края окошечка, окошечко сдвинется. Я могу послать ещё один пакет, но не более, только один. А вот теперь могу ещё больше. Вопрос, как вообще это может ускорить передачу данных? Если нам всё равно нужно дожидаться каждого подтверждения. Ответ. Пакеты идут с разной скоростью. И даже несмотря на то, что нам нужно дожидаться каждого подтверждения, всё равно, скажем так, вместо того, чтобы зависеть от скорости приёма каждого пакета, мы будем зависеть от максимальной скорости приёма всех. Два. Нет, чё ты чушь сказал? Нет, при Киргусске не это. Для управления потоками придумано не это. Для управления потоками придумано масштабирование размеров этого окна. Потому что если окно равно единице, то мы получаем вот это, и очень медленный поток. А если окно довольно большое, мы получаем вот это. И у нас одновременно сразу уходит куча... А, смотрите, пока... Смотрите сюда. Вот в чём фишка. Пока я отсылаю по одному из этих пакетов, мне могут уже успеть прийти подтверждения. Вот видите, акк приехал в тот момент, когда я отсылаю только четвёртый пакет из этих N. Вот в чём убыстрение. Видите? А можно как-то теоретически оценить во сколько раз ускорится, если они увеличены? Можно, но вот этому посвящена вся наука, связанная с TCP, начиная с того времени, когда изобрели это скользящее окно. Последние несколько десятков лет именно этим и занимаются люди. Вот можно почитать статью того же Мамонта. Собственно, она заканчивается как раз оценкой где-то здесь. И рассказывал алгоритм. Он говорит, смотрите, вы можете, пользуясь тем, что у вас окно, вообще два сразу тянуть соединения, потому что вы никогда не сделаете полную загрузку одного. Ну, неважно. Вот такой простейший механизм скользящего окна. Значит, где-то здесь, вот тут вот есть эмулятор. Я не нашёл реализации вот этой логики фиксированного окна, но давайте я её расскажу на пальцах. Могу даже попробовать запустить в эмуляторе во флэше. Ой, нет, не в этом месте. Димка, Димка тут уже говорит, что можно при получении n плюс 1 пакета, подтверждения n плюс 1 пакета не дожидаться подтверждения n минус 1. Погодите, всё это будет. Это уже улучшение этого протокола. Сейчас всё по очереди. Значит, сначала я хотел запустить вот эту фигню. Фигню, фигня, запускайся. Сейчас попробую запустить фигню. О! Я её победил. Смотрите. Да, значит, сейчас идёт разговор как раз про управление потоком, про ситуацию, когда у нас окно увеличивается с так называемого низкого старта. Первый размер окна обычно выбирается не очень большим, ну, допустим, равным единице. Отсылается пакет 1, размер окна туда 1. Отсылается пакета 2, размер окна 2. С этой стороны, видите, есть такая штука под названием анонсированное окно. Это наш сервер говорит, мы можем получать не более 10 пакетов. А с той стороны количество отсылаемых пакетов каждый раз увеличивается в 2 раза. До тех пор, пока не дорастёт до размеров принимаемого окна. А из каких соображений сервера нужно увеличивать этот пакет? Если он вообще-то хочет много подключения, а не одно. Или если он хилый. Если он не умеет с такой скоростью эти пакеты обрабатывать. Обратите внимание, насколько скорость увеличилась. Простейший алгоритм выглядит таким образом, что когда всё хорошо с передачей данных, то сервер анонсирует своё некоторое окно, а клиент потихонечку увеличивает со своей стороны. Если вдруг происходит ошибка, окно схлопывается до единички и начинает снова сначала 1, 2, 4 и так далее. Что? Нет-нет-нет, сразу до единички. Потому что, извините, степенной ряд растёт очень-очень быстро. И мы доберёмся... Линейного роста в конце не придумали? Ну, в смысле? А зачем? Если там у нас... Эдвертайский линейный... 10. 2047, а мы прислали 1024, и вроде как можно больше, но 1048 уже... Не-не, можно, он просто обрежется. Всё, наоборот. Он увеличится до размера 12 window. Так вот, поскольку экспоненциальный ряд растёт очень быстро, дойти до большого окна мы дойдём очень быстро, а вот как можно быстрее сбросить этот поток в минимальную толщину, в случае, если что-то произошло. Это хорошая идея. Есть даже такой способ, как это, traffic shaping, да, когда вы хотите, чтобы у вас побольше соединений проходило через один маршрутизатор, вы время от времени выбрасываете из TCP пакеты, и окошки склопаются на моих концах. То есть, как вы понимаете, если выбрасываетесь из TCP пакет, то его придётся передавать ещё один раз, и это получается убыстрить, как это, сделать более эффективным маршрутизатор путём выбрасывания некоторых пакетов, пересылки этих пакетов ещё раз. Но, тем не менее, так это работает. Дёшево, но работает. Ещё мы можем взять и сделать Advertise Window поменьше, если мы считаем, что у нас перегрузка, и что мы не хотим больше такое здоровенное окно, которое хотели раньше. А ещё мы можем сделать Advertise Window вообще ноль. Например, клиент может сделать свою в ответное соединение, ведь видите, здесь только в одну сторону соединения, у нас ещё в обратную сторону. Клиент может свою Advertise Window сделать ноль, и тогда сервер не сможет ему даже ответ прислать. Зачем это нужно? Чтобы подождать. Если мы хотим, пока что, чтобы нас не беспокоили. Мы говорим, так, окошечко ноль, в следующий раз мы тебе пришлём ещё одну, и там будет новый окошечко. Мой вопрос. У нас на стадии 4 нет ли никакого ограничения света? Есть. Оно, по-моему, 60... Не помню сколько. И даже есть способ нарушить это ограничение. Оно, в смысле, максимально фиксированное. Максимально фиксированное, потому что, извините, железо не может быть, обрабатывать нефиксированный размер. Нет, ну стоп. Ну вот, у нас когда натянут эти пакеты, теперь есть же, ну, максимально возможная загрузка, это когда у нас вот эти... Да, когда он вообще бесконечно длинное, это окно. Конечно. Но железо не сможет так транслировать. Ну так, стоп. Если у нас... Впрочем, если к моменту этого пакета акт на первый уже пришёл, то и дальше увеличивать стадик видов вообще не сможет. Потому что мы достигли нормальной скорости. Да. Значит, всякого экспериментального исследования было столько проделано за это время, что наверняка на ваш вопрос существует ответ. Я не знаю. Значит, вопрос относительно того, какого максимальный размер окна, это тоже вопрос открытый, есть специальный РФЦ, который позволяет делать окно ещё больше, максимальное. 64 килобайта. А если... Если это хорошо, но сделать зависимым от материальных следов, которые будут в семье жить? Нет. В первую очередь нужно сделать зависимым от наблюдаемых параметров потока. Потому что материальная среда такая разная бывает. Главное понимать, сколько пакетов провалено, не нужно ли вам ещё кого-то обслуживать. Вот это всё. Поэтому эти алгоритмы очень сложны. Ну вот. Значит, давайте посмотрим. Есть два главных алгоритма, связанных со sliding window. Один из них называется go back end, а другой называется selective repeat. Вот go back end. Давайте мы сделаем ресет. Выглядит следующим образом. Что будет, если я сейчас возьму и не дошлю один пакет? Бымс. Совершенно справедливо. У нас окошечко сдвинулось на столько пакетов, сколько было принято. А вот этот третий ждёт своего таймаута, потому что не дошёл. Погодите, погодите, давайте сначала с этим разберёмся. Вот я третий убил, он всё ещё ждёт своего таймаута. О, таймаут наступил, мы пересылаем заново. Мы не знаем, что случилось дальше, мы застряли на первом пакете. И нам нужно пересылать всё заново. Давайте ещё раз это сделаем. Убьём вот этот пакет и увидим опять. Вот смотрите. Вот эти два пакета принято. Эти приняты не в свою очередь. Поэтому пока не придёт, или тут придёт ему сейчас, вот тут нет в этом эмуляторе, придёт ему ошибка, пакет пришёл кривой, и тогда сразу инициируется повторная передача. Или ему придёт через таймаут, он скажет, так, я не получу подтверждение десятого пакета, сейчас ещё раз всё перешлю. Вот. Чем интересен этот метод? Он интересен тем, что если мы прибьём сейчас, как было сказано, вот с Димкой Димкой, прибьём сейчас ак, то окошко всё равно сдвинется. Почему? Поскольку мы не отсылаем пакетов до тех пор, пока не получили, не отсылаем ак, пока не получили пакет. Если мы отослали n-ый ак, это значит, что мы n пакетов получили, даже если какой-то из этих ак пропал. Да? Ещё раз. Вот мы отослаем пакеты. Вот, предположим, какое-то окно лишь пропадает. Даже два. Тем не менее, по факту получения вот этого девятого акка, отправитель сделает вывод, что 7 и 8 тоже получены, и хрен с ними, с подтверждениями, которые мы не приняли. Оп, перескочило окно. Заверяется не на какое-то количество метров справа, а от последнего метров справа. Да, да, да. Мы прилепляемся к последнему принятому в составе цельного потока пакету. Именно так. Не на какое-то количество метров справа. Всё правильно говорите. Вот. Эта штука позволяет так сделать, потому что мы получаем акт только в том случае, если все данные уже приняты нормально. Вот. Другой алгоритм называется selective-repeat. Он выглядит следующим образом. Мы каждый посылаемый пакет учитываем, был на него акт получен или нет. Вот, допустим, ой. Дышь, 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 дышь. Вот. И тогда нам придётся ретранслировать только тот пакет, который просто не дошёл. Вот давайте. Вот он ждёт timeout. Сейчас давайте ещё раз посмотрим. Да, кажется, акт не получен. Вот он сейчас дойдёт. Вот давайте мы сейчас сделаем именно так. Мы отошлём всё это окошечко. Обратите внимание, что здесь окошко фиксированного размера, оно не растёт. Да? И давайте сбросим здесь акт. Убьём его. Поскольку мы про каждый пакет знаем, получен он или нет, отдельно учитываем всё окно, отдельно индексируется. Вот. То дальше... Вот тут, кстати, можно ещё один послать. И ещё один можно. А больше нельзя, потому что вот он висит. Зато нас не будет необходимости пересылать всю пачку сразу. Ватт. Вот сейчас мы получим. Пройдёт timeout. Timeout, проходи. Прошёл timeout. Мы дошлём этот пакет, и всё окно сразу сдвинется. Недостаток этого простейшего механизма состоит в том, что мы теперь не можем предсказать по получению соответствующего акка, не можем предсказать, что действительно все эти самые пакеты были получены. Но в действительности в TCP какой-то сложный конгломерат этих двух алгоритмов используется. То есть в TCP точно можно пропускать АКИ, если ты послал следующий, и это будет норм. И в TCP точно этот самый отсылатель не пересылает все-все-все-все пакеты, на которые не пришли АКИ. Но для этого нужно держать таблицу. Понятно. Вот, собственно, такая история. Предыдущий алгоритм голый, то есть вот GoBackN голый, был предназначен для очень-очень дешёвых устройств, которые не могут всё окно, все АКИ индексировать и держать их в памяти. Они просто по одному отсылают, а если что-то не вышло, ещё раз по одному отсылают. Такие вот дела. Значит, это что касается... Что касается... Оу! Я увлёкся. А, ещё поздно начал, да? Ну, давайте я тогда по-быстрому. Есть ещё такая штука под названием дурацкая маленькая кошка. Это ситуация, когда вы пытаетесь организовать TCP на очень плохой среде. И оно постоянно схлопается в единичку. Или в ноль, если перегрузка. И всё время всё стоит. Нет времени пояснять. В общем, почитайте статью, она достаточно примитивная. Что я хотел рассказать ещё, успеть за эти совсем немного минут. Давайте я расскажу очень быстро про UDP, ещё быстрее про другие варианты протоколов. UDP, как мы уже договорились, это такой способ взаимодействия, при котором вот этого ничего нет. О! Порядка нет, потому что пакет один. Двустороннего соединения нет, потому что пакет один. Подтверждения доставки нет, потому что пакет один, и на каждый делать доставку. Подтверждение этого... Мы же уже всё передали. Вот. И состояние канала измерять в случае одного пакета тоже бессмысленно. Да? Датаграмма. Значит, мы можем, кстати, организовать вместо вот так вот сделать. Он будет по UDP присылать пакет. Но при этом выглядит это будет немножко так. Так, минус у, да? Вот мы отослали. Вот он их присылает. Давайте только это себе дам, посмотрим. О! Всё очень просто. Никакого вот этого барахла. Пришёл UDP с вот этого порта на вот этот порт длиной 16. Пришёл UDP с вот этого порта на вот этот порт длиной 13. Если на этот порт был с 10, правильно? Это тот же самый порт? Сейчас. Нет, 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 нет. Так не бывает. Порт – это порт протокола. Здесь, ещё раз, да? Нет такого способа прислать на UDP порт TCP трафик. Это разные. Сейчас, давайте попробую ответить на вопрос. Тип протокола, тип протокола указывается в поле IP, в пакете IP. Ну, как бы, если вы поменяете в пакете в поле IP, тип протокола TCP на UDP, получите трэш. Да? Вот. Сами по себе порты, разумеется, разные. Сервер на 1.234 UDP и сервер на 1.234 TCP – это два разных сервера, можно запустить одновременно. Так работает DNS, например. Он на обоих портах слушает. В смысле, по обоим протоколам. Вот. Обратите внимание на то, что такое общение гораздо менее шумное. Датограмма туда, датограмма сюда, датограмма туда, датограмма сюда. Единственное, что мы не можем сделать, это определить, что передача закончилась. Потому что передача заканчивается в момент отсылки датограммы. Мы не можем много-много файлов передать внутри одного UDP-соединения. Для этого нужна специальная, отдельная уже оболочка вокруг транспортного протокола, которая бы интерпретировала содержимое как кусок файла, а не целый файл, ну и так дальше. Вот. Это что касается UDP. То есть, по жизни UDP используется UDP-соединение. Если это что-то маленькое, либо сверхнадёжное титро. Либо, когда вам нужно пересылать, например, по мультикасту. Мы об этом совсем не говорили, просто не было времени. Но вы можете пересылать один пакет IP сразу нескольким принимающим. Для этого настраивается специальный диапазон сети. Вот там вот, понятное дело, что с TCP сложновато. А вот послать UDP-доктограмму, которая придёт сразу всем абонентам, которые слушают этот порт, вот такая идея. Не успеваю я нормально рассказать про SOCAD и NETCAD. Возможно, в следующий раз придётся. Но давайте я всё-таки упомяну другие варианты транспорта. Например, в протоколе IPv6 вместо двух таких базовых было запретено ещё несколько, и потом они перекочевали в IPv4. В первую очередь, это ситуация, когда поток важен, а порядок, скажем так, не важен уже. Если вы кадр вашего видео получили 100-й после 101-го, не нужно уже 100-й кадр показывать. То есть, идентификатор потока есть, значит, у вас есть некие номера потоков, внутри которых эти месседжи шлются, а дальше в порядке эти месседжи как пришлось. Нет возможности переупорядочивать. Другой вариант. Когда у вас открывается один сеанс, сеанс связи между клиентом и сервером, тот же, допустим, это так не делают, но всё равно, тот же HTTP. Вот заходите на сервер, там много-много ресурсов, их все надо скачать. Сеанс один, а внутри этого сеанса несколько потоков. Например, разных приоритетов. Тогда гораздо удобнее второй уровень косвенности вложенности. Вы открываете один сеанс, в нём есть несколько потоков, каждый из них как-то скоординируется со всеми остальными потоками. Поскольку это происходит в масштабах одного сеанса, там можно что-то такое наделать между ними, как-то договориться. Там, допустим, транспортный поток, управляющий поток более приоритетный, значит, внутри одного сеанса. Поток данных менее приоритетный или даже как-то они синхронизованы, пока по транспортному потоку не придётся общенька, поток данных не отреагирует, ну и так дальше. Для этого существует протокол СЦТП, который 20. что ещё? Если вы не хотите защищаться от переполнения канала путём дополнительного переполнения канала, а именно так происходит, если вы выбрасываете протокол СЦТП, пакет СЦТП в надежде, что схлопнется окно и нагрузка будет меньше. Нагрузка-то будет меньше, но дополнительный выброшенный пакет дополнительно пересылать, а также пересылать все подтверждения и всё остальное. Придётся ещё раз. Если вы этого не хотите, можно воспользоваться специальным протоколом, который называется ECN. Это информационный протокол тоже транспортного уровня. Транспортного, кажется. Считается, что транспортный, да. Транспортный. Идея стоит в чём? Условно говоря, ваш машутизатор говорит, сейчас тут всё загнётся, я не могу пересылать поток такого размера. У меня буфера кончаются. Если они кончатся, ну, например, очередь, пакет, придётся из этой очереди просто выбрасывать все прибывшие пакеты, тем самым провоцировать вот эту повторную пересылку, пересылку сообщений об ошибках и так далее. Да. Вместо этого вы можете... Понимаете, в чём проблема? TCP можно отлично управлять, изменяя размер анонсированного окна. Но это должен делать сервер. А если ваш машутизатор не вывозит? Вывал ваш не вывозит, он не может переслать столько пакетов. Он может переслать по протоколу ECN отправителю со словами, у меня тут буфер кончается, давай это, помедленнее. А отправитель скажет, окей, сейчас мы что-нибудь сделаем. Да, да, да. То есть там какие эти алгоритмы, никто не знает. То есть это ваша проблема. Как именно вы определили, что буфера у вас переполняются? Ну, самый простой способ. В вашем firewall есть ретрансляция TCP, мы об этом будем говорить на одной из лекций. И эта ретрансляция определяет... Или там traffic shaping, например. Вот где-то посередине есть traffic shaping. В этом traffic shaping написано 100 пакетов в очередь. 101 выбрасывается. Когда у вас получается 90 пакетов в очередь, ваш traffic shaping начинает отправителю слать ECN-нотификации. Еще немножко и буду выбрасывать. А дальше, если у вас есть поддержка ECN на клиенте, он будет там умерять свои аппетиты. Примерно так. А клиент откуда узнает? А если он не поддерживает? Или если не поддерживает то место, которое реально узкое? Какой-нибудь банальный маршрутизатор, он такой IP умеет и больше ничего. То есть, понимаете как? Управление на стороне клиента то, которое TCP-шное, ну и на стороне серверного тоже. Не важно, кого. У нас симметричное соединение. Ну, в смысле, двунаправленное. Это про качество канала. А ECN – это про ресурсы устройства. Это просто немного странно, потому что на сетях говорили, что есть такой принцип NPM, который заключается, что сеть должна отвечать за скорость передачи данных, а все остальное должно делаться на конечных костах. По-моему, эта штука немного противоречит. Или нет? Я не очень понимаю про этот принцип, про то, что сеть должна отвечать за скорость передачи данных. Сеть, основанная на протоколе Ethernet, без гарантированного времени передачи, не может отвечать за время передачи данных. Единственный способ заставить сеть, основанную на протоколе без гарантированного времени доставки, отвечать за скорость передачи данных – это оверпровайжинг. Организация передачи данных в 10 раз меньше, чем могло бы быть. И вот тогда мы можем что угодно, какую угодно теорию разводить. Если у вас есть оверпровайжинг, то дальше вы можете определять, какие хотите правила. В том числе и такие. А так, в общем, нет. К сожалению, интернет, весь мировой интернет не может отвечать за скорость передачи данных. Никак. Такие дела. Кстати сказать, если уже зашла речь о скорости передачи данных. Есть еще в IPv6, не знаю, приехал он в IPv4, да, приехал. Такой протокол называется resource reservation. Вот он как раз про отвечать. Ваши сервера, ваши промежуточные, тоже он промашутизатор, ваши промежуточные пересылщики могут договариваться, сколько каких ресурсов для каких протоколов заранее будет предоставлено. И если это сделать, то какой-то там quality of service поддерживается. Я дальше не лезу, потому что я правда в этом небольшой мудрец. У нас осталось 5 минут. Я, может быть, чуть-чуть залезу вперед, если вы не против, на то, чтобы проговорить про один очень важный инструмент. Значит, инструмент, который называется NetCAD, он достаточно простой. Вот. Мы с вами уже видели. То есть там есть довольно много всяких опций интересных, связанных со всякими штуками. Но, в принципе, он простой. Это просто такое перенаправление стандартного ввода в TCP или UDP обратно. Это достаточно простой инструмент с таким количеством параметров. Потому что сократ, которым мы пользуемся, в частности я пользуюсь на лекциях регулярно, это гораздо более сложный инструмент, который позволяет перенаправлять потоки данных фактически из любого типа потоков, который вы можете встретить при работе в сети, в любой. Мы с вами, помните, пользовались сократами на одной из первых лекций для того, чтобы сформировать Ethernet Frame. Сократ, как преобразователь из стадиина в поток данных, может фигачить в непосредственно L2. То есть вы можете сами сформировать Ethernet Frame с помощью сократ и отправить. У него очень причудливый, да, у него дикое количество, смотрите, всевозможных опций. Ну, ключей у него примерно столько же, сколько у нитката, будем честны. А вот разных протоколов, разных способов запуска у сократа очень много. Давайте попробуем вот даже тот самый СЦТП умеет. Давайте попробуем сделать то же самое, что мы сделали с помощью нитката, только с помощью сократа. Я ещё сам должен вспомнить, как это делается. Я даже не знаю, что вам ответить. Нет, например, в нашем домашнем задании они будут использоваться не для настройки, а для такой оперативной передачи данных. Давайте я посмотрю, где тут может быть простой пример. А, ну вот, какой-нибудь TCP-lessin, да, сократ? Сократ. TDO. TCP. TCP-lessin или просто TCP? TCP-lessin. И порт, скажем, раз-два-три-четыре. Вот, мне кажется, что так тоже будет работать. Ага, люди уже побежали. Сократ. И здесь то же самое, да, давайте. Сократ. Там что, здесь просто TCP, наверное. TCP. Сейчас. Ой, нет. А, да. О, неужто я правильно всё сделал? Да, смотрите, работает. О, работает. Я, значит, почитайте документацию к сократу. На самом деле ничего сверх сложного там нету, за исключением того, что надо понимать, как устроена его командная строка. Его командная строка устроена очень просто. Поскольку это передача откуда-то, куда-то, вы указываете откуда и куда. Слева у вас один конец передачи, справа другой. Вот в данный момент у вас левый конец – это вывод с терминала, а правый конец – это TCP. Вы, например, можете сделать не так. Смотрите. Вы можете вот здесь вот на сервере, например, сказать 10, 20, 32, порт, ну скажем, 4, 3, 2, 1. У вас запустится штука, которая пересылает, слушает на 1, 2, 3, 4, и всё, что она услышала на 1, 2, 3, 4, пересылает на 4, 3, 2, 1 на соседнюю машину. Нет, не может. Конечно, refuse, потому что там нету незапущенной машины. Хорошо. TCP, listen. 4, 3, 2, 1. Итак, мы слушаем на клиенте порт 4, 3, 2, 1. На сервере мы запускаем фигню, которая с сервера пересылает с порта 1, 2, 3, 4 на клиент 4, 3, 2, 1. Не запустилась. Что тебе не так? Что я сделал неправильно? А, вот что я сделал. Нет. Что там, молодец? А, надо сокет убить. Блин. И тут есть проблема, которая связана с тем, что надо убить. А, он там убьешь, что ли? Ёлки-палки. Нет, нет. Это как раз именно что, слишком низкоуровневый инструмент. О! Значит, смотрите еще раз. У нас на сервере пересылка идет. Мы принимаем пакеты на порт 1, 2, 3, 4 и пересылаем их на другую машину, на порт 4, 3, 2, 1. Другая машина. Мы принимаем пакеты на порт 4, 3, 2, 1. Теперь давайте на сервер пошлем на порт 1, 2, 3, 4 что-то. И все это должно приехать вот сюда по цепочке. Давайте это сделаем. ТСОКАТ СТДО Локал хост двоеточие ТСП лисон. Нет, ТСП. ТСП двоеточие локал хост. Раз, два, три, четыре. Тедыщ. Вот они приехали. вот мы сейчас обратно получим сюда еще раз что произошло и на этом мы закончим сегодня и будет домашка мы запустили вот здесь вот сервер сакат который слушает на раз два три четыре и все что он услышал пересылает на клиента на 4 3 2 1 вот здесь вот мы подключились к раз два три четыре и что-то туда прислали вот здесь вот на клиенте мы слушаем на 4 3 2 1 и вот он результат этого пересылки вот такая вот вот такой вот инструмент довольно развесистый вкуривайте читайте документацию как видите если аккуратно читаете что означают вот эти ключевые слова потому что они бывают довольно разные вот домашнее задание домашнее задание состоит в том чтобы взять три машинки картинки тут нет ну вот они клиент 1 клиент 2 клиент 3 3 машин и организовать передачу данных между ними без использования айпи адресов да вот а дальше вы просто запускаете вот на одной машине сокат на другой машине сокат над на 3 кажется везде сокат кажется везде сокат потому что вот и вот на одной машине запускаете календарь и он и приезжает на друг на на конечный собственно все примерно вот тем же способом которые только что проделал перед вами вот единственное что там где то есть вот обратите внимание на то что часть из этих сократов должен быть должны передавать свои пакеты по юдипе не 5 теперь и обратите внимание что если про просто напишите юдипе там лист на что-то такое то там будут проблемы но есть специальный протокол и теперь режим работы сокат юдипе receive prom ну вот на этом видимо все если есть вопросы задавайте сюда сюда вот значит тут никто кажется это человек который к нам из города чуть ли не сестрорецка посоединился вангует что я буду рассказывать про хтп нет я не буду рассказывать про хтп вот во первых я вообще не буду рассказывать про хтп во вторых следующий раз у нас все еще все еще транспортный уровень потому что в следующий раз у нас знаете что следующий раз у нас будет над трансляция сетевых адресов вот это довольно занимательная тема там есть во что потыкать мы еще по упражняемся с сока там ну в общем как это кому-то здоровый сон а кому-то развлечение обеспечено если вопросов нету тогда спасибо вот и до новых встреч в эфире